здравствуйте программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим о работе дневного стационара есть такое словосочетание многие об этом слышали многие прекрасно понимают что это такое многие может быть даже принимали в нем участие но я имею ввиду как пациенты конечно же прежде всего но все детали конечно же лучше всего узнавать у профессионалов поэтому у нас в студии сегодня заведующий дневным стационаром цепали беретской областной больницы марина лазарина гинсбург здравствуйте марина лазарин ну вот слово стационар она всегда так это пугает ну когда приходишь там в больницу или поликлинику и говорят вот вам надо в стационар это значит вот эта кроватка это спать значит туалет все дела столовая и сразу как-то такое мне кажется ощущение больного усиливается а вот дневной стационар это нечто иное то есть это вроде бы как все то же самое кроме ночевки правильно когда зачем почему это существует существуют дневные стационары в нашем районе при каждой поликлинике они были открыты в конце 90-х годов начале нулевых годов я работаю в цепочку 2006 года то есть достаточно длительное время дневные стационары это действительно стационары дневного пребывания то есть человек пришедший в стационар он принимает лечение но все то что не отдыхает принимает лечение отдыхает сюда входят и физио различные процедуры и гимнастика и внутривенные капельные вливания лечения он отдыхает и тихо спокойно идет домой пребывание в дневном стационаре не более четырех часов то есть если он утром позавтракал обычно мы принимаем больных стараемся принимать утром хотя врачи то на работа две смены он утром позавтракал хорошо всех предупреждаем хорошо позавтракайте он принял лечение он отдохнул он приходит домой обедает и отдыхает то есть вторая ну или третья скорее часть его уже дома про но вот тут сразу возникает вопрос 90-е годы как у нас называют лихие так далее правильно понимаю что идея таких таких стационаров родилась потому что ну была нехватка определенная фонда еды и питания ну то есть вот этого вот 24 часового наблюдения и изначально это было вот из-за этого а потом в принципе увидели в этом здравую какую-то тоже мысль не травы смысл был в том что советский союз а ведь учите что 90-е годы это еще как бы советский союз это была страна всеобщей госпитализации то есть люди особенно в 90-е годы стремились попасть в стационар потому что там лечили там кормили там оказывали самые разнообразные лекарственные услуга и опять же бесплатные лекарственные препараты особенно пожилые люди особенно если молодым надо было куда-то ну будем говорить откровенно уехать или еще что-то их спокойно клали больницу и вот дневные стационары были придуманы для больных хроническими заболеваниями именно в стадии обострения чтобы разгрузить работу стационара который мог принимать больных по неотложной помощи то есть оказывать острую неотложную помощь мы заработали с больными хрониками то есть страдающими хроническими цели поливанию стадии обострения или профилактические какие-то задачи перед нами стояли которые мы выполняем ну и вот эта система сохранилась до сих пор и в принципе с точки зрения даже человек средний как среднего заболевания на состояние то есть хотя она после 40 все уже как вы говорите хроники в чем-то но тем не менее это очень удобно потому что если человек работает здесь у человека семья или например он может как-то скорректировать свой график он пришел он получил все то же самое речи чё лежать-то конечно чего вот тем более что на сегодняшний день но насколько мне известно нас много было здесь представители беретской областной больницы несмотря на определенную текучесть ну как в любой профессии текучесть кадров существует тем не менее человек действительно получает и даже еще и накормить могут если ну я имею ввиду если ты в обычной например больнице но ходишь как стационар то есть задача в принципе очень нормально если ее дальше развивать возможно это и будущее медицинского лечения или все-таки у нас останутся больные которые но 24 часовой контроль должен быть 24 контроль я в прошлом реаниматолог я очень много лет работала в острые неотложной кардиологии поэтому в круглосуточном наблюдении нуждаются больные с острыми заболеваниями острые нарушения ритма острый инфаркт миокарта острый инсульт то есть то что произошло с человеком вот в этот момент и его заболевание может привести к фатальному исходу да он нуждается сливить потому что не поймешь что с ним произойдет или что если человек например отравился предположим отравление острое человек находится между жизнью и смертью конечно ему в дневном стационаре делать нечего даже острые будем говорить откровенно алкогольное отравление он должен находиться под контролем под приборами под контроль пульса давление дыхание и прочее но если у человека хроническое заболевание вот предположим любое возьмем заболевание бронхиальная астма он получает терапия терапия прекрасная адекватная терапия он чувствует себя прекрасно приступов у него нет вдруг предположим перетрудился поднял что-то тяжелое что-то понюхал началось цветение каких-то цветов цветов да у него обострение заболевания то есть на фоне приема его же лекарственных препаратов прекрасных чудесных у него и пострине его появились приступы нужен ли ему круглосуточный со стационар нет если эти приступы редкие если ну два три раза в день предположим или ночью один раз ему стационарный нужно ему достаточно прийти в дневной стационар получить лечение у него восстанавливается его собственный гомеостаз и он спокойно уходит и тем более если мы говорим о пациенте которые ну по крайней мере знают о своем заболевании я не скажу с ленивки он понимает что ему нужно для того чтобы мог было легче тогда получается что в принципе это действительно медицина будущего я нужно во первых это будет уменьшать нагрузку на потому что ну давайте говорить откровенно что было там в поликлиниках кстати поликлинике удалось как-то разгрузить сейчас вот смотришь иногда вообще нет людей даже кажется что случилось где попали мы пропали пациенты бывает такое редко но убывает опять же возвращаясь в советское время в позднее советское время это было же просто рынок какой-то не пройти было невозможно вот то есть все говорят о том что надо систему чтобы снять нагрузку тем более мы стоим перед такими вызовами что показала пандемия и мне кажется что опять же возвращает что человек которые люди будут меньше бояться так называемая больница они просто да ты приходишь какой-то вот ну условный такой бокс где вот это получаешь проходишь все необходимые процедуры и ты выходишь фактически и это можно делать то о чем говорят ваши коллеги и вы наверняка да вот заранее то есть перед тем как что-то обостряется другое дело что насколько содержать дневной стационар сегодня сложно с точки зрения препаратов вы же не знаете сколько к вам нет нет у нас плановое задание так в месяц у нас должно пройти 98 пациентов в месяц примерно ежемесячно мы знаем какое количество препаратов мы должны выписать и что мы должны получить препараты расходные материалы и так далее кроме того согласно министерским приказом у нас как бы финансирование идет из двух источников то есть мы полностью обеспечиваем расходными материалами и лекарствами но какие-то препараты которых у нас нет в нашем списке больную может принести и мы его будем лечить этим аппаратами это касается очень часто онкологических больных вот у них свои особенные препараты больных страдающих остеопорозом или тяжелыми форме или диабета действительно там где какие-то препараты которых нет в списке вот дневного стационара мы ради бога предоставляем такую услугу а люди опять же как вам направляют люди через участковых врачей через специалисты предположим у нас 7 профилей вот 7 профилей предположим по метров логически его направляет врач-травматолог у меня в составе стационара есть врач-травматолог эндокринологического профиля направляет поликлинический врач эндокринолог пожалуйста у меня есть управлять эндокринолог кардиологического профиля направляет врач кардиолог то есть согласно профиль идет направление идет поток вот формируется поток больного но в составе нашего стационара входит офтальмологический уникальный я считаю просто уникальный офтальмологический стационар который обеспечивает лечением больных всего района то есть это и малашевка и краскового и что вы хотите и вот присылают к нам больных задача нашего стационара это во-первых выявить глаукому то есть и проходит полностью больное обследование на выявление глаукома в течение семи дней это я считаю зачем ему лежать в стационаре офтальмологического профиля когда он приезжает он получает обследование и уже вот кроме того больнее например днем офтальмами с какими-то частично слухами плац на сетчатки еще какие-то заболевания требующие под конъюнктивальных инъекций каких-то лекарственных препаратов специальных это проводит наш доктор опять-таки если ему нужен один укол в день зачем ему лежать в больнице когда он может приехать получить лечение плоти одновременно получает капельное влечение со сосудистыми препаратами консультацию доктора обследование и уехать домой а как очередь выстраивается вы знаете больше недели никто у нас в офтальмологический немножко больше до 10 дней остальные профили вы знаете если больной нуждается в госпитализации сегодня мы можем взять и сегодня понимаете если больной пришел предположим к врачу ему стало плохо у него на руках какие-то анализы предварительного обследования мы вполне можем взять его и сегодня на лечение уже первый день да да пожалуйста ну сейчас мы во второй части поговорим еще о людях о персонале кто у вас работает а завершение этой части вот вы говорите не более 10 дней до получается да то есть а дальше куда идет человек после того как он пролечился до его выписали сделали выписку он с это это выписка вклеивается в амбула турную карту и он идет дальше к тому доктору который его отправил то есть чтобы тот доктор видел результат нашего лечения ну вы знаете если улучшение не наступило тогда нет 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 улучшение наступило он все равно идет доктору потому что во-первых бывают больные на больничном листе ему надо продлить или закрыть больничный лист это во первых пожилые больные идут чтобы показать результаты нашего труда ну да я имею ввиду что даже разные болезни бывают кому кому-то помогло и через три дня стало не сюда а кого-то все-таки врач потом может даже после вас отправить на может бывают такие случаи когда вот предположим больной поступает в дневной стационар все бывает так ну предположим со стабильности на кардии вот бывает вот его лечим пять дней шесть дней а потом я вижу что что-то наше лечение ему мало помогает то есть ему надо делать обязательная коронара ангиография значит мы уже его направляем сосудистый центр далее по-другому хорошо сейчас сделать небольшую паузу марина лазарина гинзбург у нас в студии заведующий дневным стационаром цеполе беретской областной больницы вот об этой схеме лечения мы говорим сегодня в программе открытый диалог эта программа открытый диалог напомню что у нас гостях заведующий дневным стационаром леберетской областной больнице мария лазарина гинзбург мария лазарина вот первой части нам четко все рассказали как это работает теперь вот такой момент но люди то делятся на две части одни люди любят болеть да люди любят не просто полежать походить поспрашивать обязательно уточнить а почему меня давление не поняли а когда у меня будут то делать не то есть в хорошем смысле слова доставать сотрудников да и обязательно вот это боление это целый процесс все я болею не трогайте меня а другие люди да действительно они боятся вообще поликлинику даже чувствую что что-то нехорошо не последнюю минуту идут вот как с контингентом работаете с пациентами которые вот чувствуют что что-то как-то что чит там 4 5 и все что и домой идти вы знаете такие пациенты не попадали да понимающие все люди да дело не в понимающих людях дело в том что наверное это все таки советская школа которая учила нас не только лечить но быть психологами и к любому человеку какой бы он ни был ключик даже если он страдает самыми тяжелыми психическими заболеваниями можно найти ключ потому что прежде чем что-то делать с человеком надо разговаривать и от того каким образом ты с ним поговорил он будет относиться к тебе и к твоему лечению то есть будет он тебе доверять или нет если нет доверия к доктору то самое о чем вы рассказываете ну значит мы плавно переходим к вашему персоналу знаю что опять же это такая особая тема потому что от персонала зависит не только пациенты и их здоровье но как бы глобально но здесь же много других аспектов и оборудование и чистота и порядок кто у вас работает у нас работает я у меня 4 процедурные медсестры ну одна медсестра у нас находится в заслуженном декретном отпуске то есть три процедурные медсестры постоянно работают два врача это кардиолог и офтальмолог и работают совместители невролог травматолог эндокринолог но я вам хочу сказать все врачи высокой квалификации с первыми с высшими категориями работают хорошо во всяком случае с 2006 года на нас не было ни одной жалобы вообще-то да это странно потому что жаловаться наверняка больные любят так что хорошо и уже собирается контингент понимаете если человек один раз к нам попадает а он понимал уже через полгода приходит и просит чтобы делали бы еще раз прокопали да то прокопали ну была страна извините советский страю страна всеобщей госпитализации всеобщей капельницы ну конечно от капельниц мы потихонечку начали отходить я думаю потому что появились новые прогрессивные методы лечения в этом случае я кардиолог в кардиологии и когда например что ну например ангиопластика стентирования например например если мы раньше лечили инфаркт миокарда 30 дней а теперь мы его лечим 10 дней знаете благодаря да это разница большая и люди в общем-то после стентирования они практически здоровы у них нет стенокардии то есть нет болей а если у человека нет более значит это социальная полностью восстанавливается его статус да он работает он полностью восстановлен он ну опять же да в советском союзе если ты заболевал вот это еще было такое гнетение угнетающее состояние что а лекарств нет их надо было достать всяких сложных вот сейчас тоже в какой-то степени лекарства это финансовая сторона от они могут быть но не могут стоят безумных денег но они есть данные с если поднапрячься то человек он захочет то есть у вас есть какой-то это прямо набор не первой необходимости а вот если человек с врач ему посоветовал какой-нибудь вот вам надо это то он может принести с собой если вы это решите вы будете хорошо вы сказали что даже приходят повторно да да значит у вас уже выработался какой-то контингент контингент да и они получают у вас вот именно эту такую инъекцию хорошего смысла хорошего состояния и счастья вот а какие проблемы есть чего не хватает ну проблемы наверное такие проблемы наверное с обеспечением с обеспечением хотя в общем то получаем мы все что мы требуем мы получаем все а вы как-то составляете график что у нас нет мы составляем требования от требований до зависимости от количества людей поступающих поступающих людей мы составляем требования же вам все равно конечно конечно на медикаменты на расходные материалы что такое расходные материалы это шприцы это капельницы это хирургические инструментарии это спиртовые салфетки то есть вот это вот расходный материал вода его полно причем уходит очень много потому что вот у нас две половинки 1 терапевтическая часть делится 3 практически больные здесь у нас увеличитые офтальмологические и на первом этаже лечится терапевтические больные то есть там операции и вы представляете сколько нужно расходного материала иногда бывает вот что у нас наверху 42 капельницы вот такое бывает 42 капельницы до бывает а внизу доктор делает операцию то есть расход конечно очень большой понятно но но обеспечивает больница нас обеспечивает как бы вот понятно да но я этот вопрос задавал именно с точки зрения того что это же нет не желание от иногда просто от где-то кто-то что-то на складе где-то задержалась где-то что-то вся по-разному бывает еще такой вопрос ну из разряда лирично романтичных скажите а как вы считаете по вашему опыту сейчас меньше болеют или больше или также ну я могу сказать опять-таки не берем в кардиологии да возвращаюсь кардиологии я в картеологии 46 лет скоро юбилей до работала с самыми острыми тяжелыми больными то есть на моем месте посчитать вот если посчитать больных которых я лечила наверное экваторе их можно выстроить я хочу сказать что сейчас конечно очень много новых методов и прочее прочее но очень сильно здоровье подкосил к вид вот вы не хотите об этом более я хочу я носил здоровье его как-то хорошего него ну как вам сказать все было как-то стабильно не лучше и не хуже но благодаря к виду во-первых сердечно-сосудистые заболевания помолодели более тяжелые формы у кого-то длительность до длительность более длительность да вот по длительности и формы которые в общем-то как бы плохо поддаются лечению вот это волну потому что пока мы до конца его не изучили да ну я хотя сердечная болезнь на наши есть речная болезнь она и есть сердечная болезнь но видимо он так влияет на наши ткани ткани организма настолько их ослабляет наши ткани что медленно происходит заживление что чаще происходит разрыв сосудов вы понимаете вот и что-то произошло в тряпочку все превращается что-то произошло хорошо но и это вызов да это определенный вызов сначала был вызов просто пандемии как таковой а сейчас я так понимаю это уже вызов по направлению потому что он касается и и сердца и давайте аллергические очень странные и появились реакции последнее время очень много сахарного диабета 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 но тут не дает на количество я скажу что ну сердечной истории тут во вы лучше наверняка знаете и да и сахарном диабете тоже но я имею ввиду что мы же сами себя еще любим так как к сахарному диабету то да мы по ездим согласно не двигаться вот это наше участие это было всегда но такого количества сахарного диабета не то есть тоже пандемии ну и до пандемии его было очень много а сахарный диабет это извините меня люди страдающие сахарным диабетом они в первом ряду для получения инфаркта и инсульта и внезапной смерти а вот это кстати фраза что инсульт помолодел у нас тоже существует есть такое тоже есть то есть получается что человечек который рождается и живет там 20-30 лет уже он уже слабый ну вы знаете есть врожденные гиперлепидемии то есть человек уже рожден с нарушением жирового обмена вот эти люди получают инфаркт миокарда нелеченые естественно никто об этом не знает в 20-30 лет все проходит как бы 20-30 лет до происходит инфаркт миокарда в тяжеленных формах но сейчас вот конечно это все выявляется их лечит и существует лекарственные препараты все нормально чем чем приятно всегда говорить с врачом что обязательно в грустную тему мы обязательно зайдем давайте будем из я сейчас вы как-то выползать понятно что вы и сейчас и вот в эти дни до начинаются где-то увеличивается кстати по стране немножко смертность увеличивается но другой штамм а уже на на уровне следующий штамм и теперь наверняка еще и с точки зрения других каких-то позиций будут использовать всевозможные а-ля пандемии но ясно одно что вызов природа бросила теперь ответ за врачами если все-таки удалось сейчас сдержать но как мне кажется удалось некую первую эту волну я думаю что это же интересно когда тебе бросают вызов и ты должен теперь по-новому взглянуть на это это же не зависит от нас в данном случае вы знаете вызов больно был жестокий больно был жестокий вызов потому что только в нашей поликлинике нашей поликлинике умерли 4 человека которые работали во время ковида и умерли это жестокий вызов ну значит помните испанку 18 года которыми унесла миллионы жизней но испанки сейчас не было но есть грипп который это вот истанка видимо переродилась в тот самый гриб и вы кстати сейчас у нас проходит вакцинация против гриппа дны я к этому и веду да и вы пожалуйста приходите и вакцинацию сейчас тоже советуют я знаю уже некоторые предприятия где уже но так как у нас демократично да но требует чтобы ревакцинировать значит у ваших пациентов есть прекрасная возможность за какое-то короткое время получить нормальное до стопроцентное лечение этого не нужно жить в больнице вот и страдать не получать стресс кстати вот во вторых все работает люди могут обратиться и по направлению попасть к нам спасибо вам большое марина лазарина гейнсбург га была гостью нашей сегодняшней программы заведующая дневным стационаром цепо люберецкой областной больницы у которой в августе день рождения с чем у вас поздравляем летние люди они такие легкие тем более когда врачи с таким стажем это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания и а и и и и и и Продолжение следует...